В общем, он свое получил. Спасибо. Спасибо, Денис Сергеевна. У нас есть еще... А есть у нас докладчик? Да, отлично. Так, Евгения Владимировна Еремина-Соленникова. Еремина-Соленниковская академия русского балета имени Багановой. Доклад «Придворный танцмейстер» 1610-1300 годов. Пожалуйста. Во-первых, я также, как и предыдущие докладчики, хочу поблагодарить всех организаторов за эту замечательную конференцию и возможность на ней выступить. И хочу рассказать о тех людях, которые занимали должность придворного танцмейстера в этих годах и вообще об этой должности, потому что она существовала только в очень ограниченное время. Как все прекрасно знаете, когда Петр Великий начал свою деятельность, он ввел в Россию очень много нового в тех сферах, которых раньше мы вообще никак не касались. И, естественно, это требовало какого-то определенного оформления, в том числе и документов. Соответственно, впервые о человеке, который был танцмейстером, мы узнаем только из «Челобетное», поданной уже только в 1731 году, то есть уже Анне Анне. Соответственно, вот в силу пресветлейшая, державнейшая, великая государственная императрица Анна Иоанновна, самодержица Всероссийская. «Вашему императорскому величеству принужден я нижайший бедный сатар и придворный служитель Сифод Нейджер представить, что около 20 лет я честь имел при высокой императорской фамилии служить и в танцевании обучать, для чего всеблаженная и вечно достойная память его императорского величества Петр I меня принять изволил, за что по высокой императорской милости жалование по 300 рублей в год определено было. И в прошлом 1728 году при походе сюда, в Москву, в высокоблаженнейшей памяти его императорского величества Петра II велен мне с женой и с детьми оставаться в Санкт-Петербурге до указа. А ныне уже четвертый год никакого жалования не получал и последние свои крохи прожить при рожденном был». Ну и подпись. «Вашему императорскому величеству нижайший раб танцмейстер Герман Пауфлер». К сожалению, никаких реакций, которые последовали на эту человеку, мы, к сожалению, не знаем. Вполне возможно, что Герману Пауфлерфу не повезло, но отсюда мы уже находим очень много интересных и важных сведений. Если в 1731 году, когда он подает эту человеку, он говорит, что он около 20 лет назад был принят Петром I, то когда же это могло быть? В 1712 году, как известно, у Петра I и Екатерины I состоялась свадьба. В 1714 году была в Санкт-Петербурге проведена первая ассамблея. Видимо, в связи с каким-то из этих событий Петр и решил, что ему и его семье нужен танцмейстер. Из частной переписки Екатерины I, естественно, которая хранится в Гаде, мы знаем, что дети Петра танцевали, например, менуэт и так называемый гешпанский танец. На начало XVIII века гешпанский танец, это «Фолли де Испань», достаточно интересная и, можно сказать, сложная композиция. Вряд ли у Петра было много танцмейстеров, все-таки он не, в отличие от более постних императоров, не раздувал свой штат, так что, скорее всего, действительно, Герман Пауфлер был мастером своего дела. Ну и интересно, сумма 300 рублей в год, которые в свое время платили Пауфлеру, как бы оказалась вот такой вот мерилом для полостнейших танцмейстеров. Пуже при дворе им платили где-то уже 350, иногда 400, а в других местах, например, в катетских корпусах в течение первой половины XVII века вот буквально по заветам Петра продолжали поразить 300 рублей. Ну, почему я еще считаю, что карьера Германа Пауфлера вот тогда, в 1731 году уже не восстановилась, то есть мы видим, что в 1928 году фактически от его услуг отказался Петр II, соответственно, и Петр и Екатерина по-прежнему одержали. Дело в том, что уже в 1930 году, когда Анна и Анна у нас восходит на престол, для нее нанимают другого предморного танцмейстера, соответственно, с 10 сентября 1930 года ко двору был принят Вильям Игинс, но ему было помечено, что он для обучения танцевать предморных Е.Величества камор-пажей и пажей, соответственно. Вильям Игинс упоминается позже в штате на 1731 год и в штате на 1732 год и краткой такой строчкой. Татьября есть Ру Игинс и 400 рублев. Однако, уже в следующем штате, на 1933 год, мы находим новое имя, а именно Якобы Лисак, тоже 400 рублей, и тоже он придержался при дворе два года. Есть документы о том, что он принят к двору 1 августа 1932 года, а, соответственно, в штате появляется на 1933 год ему забронированы эти 400 рублей и на 1934. Соответственно, куда делся Игинс, почему Лисак был так недолго? Игинс, видимо, остался в Санкт-Петербурге, потому что снова его документы появляются в 1735 году, когда он сначала хочет отправить в Англию сына и помечает, что намерен я отпустить сына своего, Андрея Игинса, для научения в Лондон, который в 14 лет и никакую службу не определен. Причем сам Игинс, видимо, по старой памяти подписывается, что просит об этом, думаю, я императорского величества и танцминистра англичанин Вильям Игинс. Но, к сожалению, через несколько месяцев после этого челообедный Игинс умирает и в начале сентября 1935 года уже его жена пишет в свою очередь в прошении о даровании ей обшито, где она отмечает, мой муж английской нации Вильям Игинс был здесь у разных людей для обучения танцевальным мастерам и волею божьей в августе месяце умре. А мне нынешне здесь после его дела нет и ныне намерена ехать в свой дом в Лондон-Морь. Соответственно, вот у нас выясняется, что после того, как Игинс был уволен либо уволился от двора, он нашел, по-видимому, достаточное количество частных заказчиков, что, в общем-то, позволило ему здесь прожить до смерти и вот если бы не смерть, он наверняка бы и дальше жил, потому что сына отправлял, а сам планировал оставаться здесь. Интересно, связан с ним еще такой момент, что это был практически единственный англичанин среди танцмейстеров, который вообще в Санкт-Петербурге в 18 веке работал. Других англичан по крайней мере пока мне найти не удалось. И опять же, я здесь хочу высказать очень осторожное предположение, думаю, все прекрасно знают, в том числе и по Вене Эмир Льва Толстого, что у нас обожали танец Занила Купер, уже давно мы установили, что это был, по-видимому, английский контрэданс Дэниэл Купер, который был известен в Англии как раз в конце 17 и 1 войны 18 века, и скорее всего, судя по тому, что у нас других связей с танцевальной Англии нет, видимо, его как раз нам вот этот Вильям Игинс и привез. Но еще раз хочу призвать, что это очень аккуратное предположение. Ну, вернемся к Лисаку, ему, соответственно, повезло после увольнения из дворца меньше, по крайней мере, тем же летом 1935 года, что и вот когда Игинс собирается отправлять сына в Англию, но затем, к сожалению, сам умирает, Лисак тоже подает прошение о выдаче ему обшитой, говорит, что он желает ехать морем во Францию и просит для свободного пути проезду позажаловать ему паспорт. Соответственно, паспорт ему, естественно, дает и после середины июня Лисак покидает Санкт-Петербург. Надо отметить, что уже на 1935 год в Штатах должности таймсмейстера нет. Если смотреть дальше, то мы снова на нее в течение довольно большого времени не находим и, скорее всего, она была укразднена. Почему? В это время при дворе существует традиция приглашать соответственно у артистов из рубежа у нас работает итальянская опера во главе танцевальной части которой стоит Антонио Ринальди. По-видимому, ему и была Анне передана функция танцмейстера, который известен, по крайней мере, что Анна Леопольдовна и Елизавета Петровна учились как раз у Ринальди. А когда он в свое время уезжает, в свою очередь в 1937 году, уезжает из России на его место в штат вот этой самой итальянской оперной тропы, из сухопутного шрихетного корпуса переходит Жан-Батист Ландер, основатель нашей Академии русского балета, и, собственно говоря, тогда, в 1937 году он и подает Анне просьбу о создании танцевальной школы. Он тоже числится в оперной труппе, хотя мы точно знаем, что сам он в это время уже не танцует, ему сильно за 50, он занимается именно обучением, обучением пажей, обучением, соответственно, вот этих мальчиков и девочек, взятых в балет, обучением уже позже, естественно, во время правления Елизаветы, будущей Екатерины II, будущего Петра Петровича, но все это сохранилось именно в частной переписке, официально он читается в оперной труппе. И в дальнейшем уже при Елизавете Петровне по сопоставлению переписки и финансовых документов мы видим, что все те люди, которые при дворе кому-либо что-либо преподавали из танцев, например, француз Жассот, который во время одного из представлений получил травму, после этого Елизавета Петровна очень о нем волновалась, лично посылала ему кушание своего стола и потом дала, соответственно, возможность преподавать его пажам и фрейлину, все равно продолжает числиться танцовщиком оперы. Соответственно, сменивший его по-видимому русский уже преподаватель Семен Брюхов, который везде, когда он обращается в гимназию при Академии наук, в тот же самый сухопутный корпус пишет себя как танцмейстер двора, по финансовым документам числится танцовщиком итальянской оперы и, соответственно, получает деньги вот именно как танцовщик оперы. Таким образом, по-видимому, решили, что держать при дворе должность отдельного танцмейстера не является нерациональным и, в общем-то, больше она уже и не восстанавливается. Вот такой краткий обзор, такой маленький должность, которая вспыхнула и потом была удалена. Благодарю за внимание. Спасибо, Евгения Владимировна. Есть ли вопросы? Да, если можно, один небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, известно ли что-нибудь о том, как появлялась ли эта должность при дворе сподвижников Петра, при дворе каких-то знатных особ, скажем так, потому что они же старались перенять все культурные традиции двора и иметь у себя театр, капелла, оркестр, дальше и так далее. Вот эта сторона когда появилась у приближенных? Посмотрите, непосредственно документы финансовые, где бы четко были и официально прописаны, условно говоря, что такой-то принятую дату, мне до сих пор пока найти не удалось, хотя я как бы очень надеюсь, что... Я занимаюсь в основном первой половины 18 века и хотела отметить, что у нас в это время официально танцмейстеры работали прежде всего в учреждениях, то есть, например, в кадетском корпусе, в гимназии при гадемии наук, когда учрежден маршрутской корпус, там тоже потребовались антажные штрафы. При этом очень часто им это официально было включено в их капитуляции, было разрешено прибрать частные заказы, но, по-видимому, эта ситуация складывалась чисто на договоренности, потому что... Ну, это связано не с теми танцмейстерами, о которых я говорю, а был такой танцмейстер Лукс, он как раз в 30-х годах преподавал в каком-то кадетном корпусе, и вот, соответственно, он взял частный заказ, и у нем есть жалоба, вот с заказчиком, я сейчас просто не помню фамилию человека, который он нанимал, что вот я такой-то танцмейстера Лукса к своим детям, заплатил ему за 3 месяца 25 рублей, Лукс пришел два раза ко мне в дом заниматься, и с тех пор исчез, прошу, в общем, вернуть мне эти 25 рублей, и вы брать его с жалобами. Вот, опять же, очень у многих, когда танцмейстеров, когда они подают просьбу о паспорте, потому что основная информация о них, это вот то, что они указывают по себе, когда просят дать им паспорту выехать из Санкт-Петербурга, это то, что они постоянно преподавали частным образом, частных людей, например, Константина Бенедиктини, это вот того самого Антонио Ринальди, которого я упоминала сегодня тесть, уезжая уже в конце 50-х годов из России, пишет, что постоянно здесь должности не имел, а преподавала частных людей. Так что, скорее всего, по крайней мере, в первой плане 18 века все вот эти связи высшего общества с танцмейстерами существлялись именно на договорных началах, которые, может быть, найдем когда-нибудь документы. Я искренне в это верю, но пока их никто нигде еще не опубликовал, ни о чем не писал. Спасибо. Есть еще вопрос? Еще один маленький. То есть, первая половина 18 века этим занимались иностранцы, да, первый был Брюхов. И дальше после Брюхова уже наши, так сказать, русские подданные стали этим заниматься, или тоже как-то. Значит, смотрите, Брюхов был одним из первых, я так сказала, вот я упомянула танцевальную школу, которую основал Ландре. Он нанял туда 6, набрал 6 мальчиков, 6 девочек, причем это дети были буквально солдаты дворцовых служащих, и по обыкновению того времени они обязаны были оттанцевать 10 лет. 10 лет начиная с момента, когда их набрали 1737 в 1747 году, вот срок этого контракта у них истекал. Соответственно, часть из них смогла закрепиться, остаться при дворе, в том числе тот самый Брюхов, кого я упоминаю, и в 50-х годах вот он сам о себе говорит, что вот он танцмейстер при дворе, когда он идет преподавать в гимназию. А часть из них находила другие места. Точно известно, что из этого первого набора Ланды из шести русских мальчиков преподавало как минимум трое. Это, соответственно, Брюхов упал в момент и мной, это Михаил Литров, который тоже преподавал в гимназии при Академии наук, и это Андрей Нестеров, который работал в сухопутном шлихетном корпусе, причем, с одной стороны, у него, видимо, какие-то были проблемы с дисциплиной, с другой стороны, его настолько ценили, что действительно ему и учеников давали, всячески его поддерживали, более того, его также приглашали в гимназию, и гимназий Степан Крышненников даже отмечал, что он Нестеров за полгода больше ему научил, чем немцы за два года, и если он не может, пускай предупреждает и просто присылает своих учеников. Так что, соответственно, с тех пор, как у нас появилось именно целенаправленное обучение русских детей танцам, постепенно вот они и становились этими преподавателями во второй половине XVIII века в Петербурге, по крайней мере, у нас резко растет количество пансионов, где в качестве программы говорили о том, что будут преподавать танцы, 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 и там уже чаще появляются русские фамилии. Ну, вот, соответственно, вот так вот это развивалось. Спасибо. Спасибо большое. Если вопросов больше нет, то есть вопросы? Есть. У меня есть два комментария. Первый, к вопросу о распространенности, о том, что я думаю, что в частных уроках в Петровское даже время у них совершенно не было отбоя. Есть такой замечательный источник. Это письма русских студентов за рубежом, которых Петр I отправлял за рубеж учиться, работать. И вот есть несколько таких комплексов, ну, в частности, один из них мы сейчас публикуем на 1709 года, к вопросу о европейских манерах. Такой стольник Савва Алексеевич Лутохин, находившийся в Брюсселе и в Амстердаме в 1709 году, полностью погрязший в долгах, и все черновики его писем, которые у нас остались, они все о том, что у него нет денег, и он задолжал. Вот там столбик на фейс-лист людям по тысяче рублей, по полторы тысячи, по триста, и, как сейчас с кредитами, он занимал, чтобы отдавать старые долги. Но это совершенно не мешало ему, у него есть там одна дневниковая такая запись 1709 года, что купить рубашек и пойти обучаться фехтованию. И вот подобное же, подобное встречается в переписке уже русских студентов во Франции на десятые годы, то есть даже последние деньги, они прекрасно понимали, что фехтование, танцы, одежда и европейские манеры, это то, что они обязаны привезти из Европы, чтобы считаться условно европейскими джентльменами. И я думаю, что когда эти люди, там тот же самый Лутохин в своей бедности в 15-м году уже вернулся в Россию, все вот эти вот европейские заморские ценности привез и уже без них себя не ощущал, и не могли без этого себя ощущать те люди, которые с ним общались уже здесь, потому что он был носителем этой европейской традиции. Это вот первый мой комментарий, что есть такой интересный источник. И я думаю, что в дневниках Куракина и еще кого-нибудь 100% это тоже описывается. И второе, учитывая то, насколько Петр Алексеевич, если его интересовал какой-то вопрос, насколько он хотел получать информацию, вот может быть, я не знаю, может быть, вы это, конечно, уже сделали, и много кто это сделал, сразу приходит на ум, что вообще должно быть большое количество в Петровской библиотеке, в Бану и у нас печатных европейских изданий, которые Петр Первый бы просил выписывать и переводить там французских, английских, посвященных танцам и этикетам. И вот может быть как раз всплеск появления вот этих самых изданий в книжной культуре московского государства, это и есть вот момент, когда Петр Первый окончательно принял решение, что танцем быть. Ну, здесь позвольте спасибо огромное за дополнение, хочу как бы вот дополнить к вашему дополнению, у Куракина действительно есть информация, он как только уже туда, он отдает дочку учиться танцам, это действительно есть, кроме того, опять же, в дополнение к этому, Ломоносов, когда он уже в 30-х годах учится за границей, присылает нам финансовый отчет, он туда включает, в общем-то, какие-то перестойные суммы на танцы, и Академия наук это ему безропотно оплачивает, считает это абсолютно нормальным, что он учится танцевать, да. Что касается книг, то здесь вот, к сожалению, вообще вся индустрия книг танцевальных того времени построена немножко по другому принципу, и у нас в России она не прижилась, первая танцевальная книга в России, в свой ходе в 1790 году, то есть вот, к сожалению, у нас здесь вот такой вот дырка, но это уже, соответственно, в целом танцы того времени были достаточно однообразны, ну, с точки зрения нашей, которые видели потом танцы 19-го и 20-го века, и во многом они действительно очень хорошо учились с помощью танцмейстеров, потому что здесь важно было дать человеку умение танцевать, умение правильно ходить, умение правильно себя показывать, умение взаимодействовать другими, а конкретные фигуры в конкретном танце, они уже подменялись, чуть ли не на месте учились, поэтому я бы с удовольствием бы воспользовалась этой высочником, но, к сожалению, его нет. Вот я об этом уже думала неоднократно. В любом случае, спасибо огромное, так что... Но здесь все-таки еще такой образ, книги книгами, а танцам надо научить, точно так же, как надо научить было играть на музыкальных инструментах. Можно сколько угодно написать, но если нет учителя, который покажет и расскажет, как это технически делается, ну, в общем, я думаю, что книги тут большую роль не сыграет, поэтому здесь как раз-таки важны люди, которые приезжали и учили наших людей, да, и дальше уже наши распространяли эту культуру. Спасибо. Спасибо. Спасибо.